Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Евразион ТВ. В эфире приемная комиссия онлайн. Прежде всего приглашаем стать нашими участниками выпускников школ, а также их родителей. Мы работаем в прямом эфире и в течение 10 минут готовы консультировать абитуриентов, поступающих в Тюменский государственный университет. Телефон в студии 542014, код Тюмени 3452. На ваши вопросы сегодня ответит наш гость Людмила Михайловна Волоснякова, директор Института психологии и педагогики Тюменского госуниверситета. Здравствуйте, Людмила Михайловна. Здравствуйте. Людмила Михайловна, соответственно, разговаривать сегодня будем о поступлении в Институт психологии и педагогики. Сколько всего человек в этом году набираете? Каков план приема? В этом году мы набираем на бюджетные места 210 человек. Это программа бакалавриата и магистратуры. В том числе на магистратуру нам выделено 80 бюджетных мест. Очень радует, что количество бюджетных мест, выделенных Институту, выросло за последние годы. И мы надеемся, что сделаем хороший набор. Но вообще среди гуманитарных направлений Тюменского госуниверситета в Институте психологии и педагогике больше всего бюджетных мест в этом году. Насколько я понимаю, правильно? Да. Одно из самых больших количеств бюджетных мест это Институт психологии и педагогики. Людмила Михайловна, какие направления подготовки есть в Институте? Может быть, новые добавились в этом году? Традиционно мы в этом году делаем набор на такие направления, как начальное образование, педагогическое образование, художественное образование, где мы готовим учителей рисования. Далее, третье направление это психолого-педагогическое образование. Четвертое направление это психология. Традиционным, конечно, нашим направлением является педагогическое образование, где мы готовим учителей начальных классов. И хотелось бы выделить программы, которые мы открываем впервые в этом году и которые, надеюсь, станут изюминкой этого набора и привлекут в себе абитуриентов. Во-первых, в рамках педагогического образования мы открываем профиль дошкольное образование, где будем готовить воспитателей для дошкольных организаций. Это очень важное направление, потому что совсем недавно, как вы знаете, принят федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Он предъявляет очень серьезные требования к квалификации педагогов дошкольных организаций. И поэтому сейчас возникла очень острая необходимость подготовки воспитателей именно с высшим образованием, потому что таковых сейчас всего в Тюменской области всего лишь 40%. Вторая образовательная программа, которая является новой, это прикладная программа, где мы готовим прикладных бакалавров по двум профилям. Первый профиль – начальное образование, и второй профиль – это учитель английского языка. Эта программа, как я уже сказала, является прикладной, и количество практического обучения здесь будет на 20% больше, чем в академическом бакалавриате. А третья новая программа нашего института – это магистерская программа управления образованием. Я надеюсь, что она привлечет в себе выпускников бакалавриата, практиков, людей амбициозных, которые планируют сделать головокружительную карьеру именно в образовательных организациях. Поэтому наша программа, конечно, предназначена для будущих управленцев, учителей, завучей, тех людей, которые должны обеспечивать компетентное управление образовательной организацией в свете требований профессионального стандарта. Мы обязательно поговорим еще о магистрских программах Института психологии и педагогики поподробнее. А сейчас, если мы обратимся к сайту абитуриент.утмн.ру или посмотрим на страницу ВКонтакте Тюменского государственного университета «Поступаем в Тюмгу в будущее с лучшими», здесь накопилось очень много вопросов как раз абитуриентов, которые хотят стать студентами Института психологии и педагогики. Давайте обратимся к этой группе ВКонтакте сейчас. Добрый день. В связи с переездом планирую стать студентом Института психологии и педагогики Тюмгу. Но основная проблема в том, что в настоящий момент являюсь студенткой Пермского гуманитарно-технического института по специальности психология, очная форма обучения, второй курс. И спрашивает в связи с этим девушка, возможно ли перевод на третий курс и что для этого нужно? Перевод на третий курс возможен. Вам необходимо будет представить академическую справку, либо при ее отсутствии копии зачетной книжки, для того чтобы в Деканате могли определить разницу в учебном плане и определить на какой курс второй или третий вы можете перевестись. Телефон Института 36 94 64. Позвоните, пожалуйста, и вам компетентно специалисты ответят. Вы также можете позвонить к нам в студию и задать непосредственно вопрос директора Института психологии и педагогики Людмиле Михайловне Волосникове. Наш телефон 54 20 14, код Тюмени 34 52. Ну и обратимся опять к сайту abiturian.utmn.ru. Интересуется, начальное образование подразумевает под собой обучение педагога дошкольного образования или все-таки это учитель начальных классов? В рамках направления педагогическое образование мы реализуем профиль начальное образование, главная цель которого это, конечно же, подготовка учителя для начального уровня школы. При этом я должна сказать, что выпускник этой программы сможет успешно работать в дошкольной образовательной организации, потому что программа предполагает у него наличие знаний, умений, относящихся к работе с детьми дошкольного возраста. То есть это, в принципе, черный специалист может... В принципе, это возможно, да. Но основная цель этой программы, конечно же, подготовка качественная учителей начальных классов. По направлению из образования нужно, абитуриент должен пройти еще творческий конкурс. И вот как раз спрашивают, в чем заключается конкурс, когда он состоится, и нужно ли приносить портфолио с собой? Портфолио приносить не обязательно, но желательно. С тем, чтобы студент мог продемонстрировать свои творческие достижения. Более подробно о том, как будет проходить творческий конкурс, вы можете узнать 10 июля. Она будет проходить в Институте психологии и педагогики по адресу проезд 9 мая, дом 5. И там вы получите всю необходимую консультацию. И в последующие дни, 13, 14, 15 июля, будут проходить вступительные испытания по рисунку, живописи и композиции. Все необходимое нужно приносить с собой? Все необходимое нужно приносить с собой. Следующий вопрос. Среднее специальное образование по специальности учитель начальных классов. Интересуется абитуриентка, может ли она поступить на учителя начальных классов и сократить срок обучения? И какие экзамены ей нужно сдавать на заочное отделение? Безусловно, с образованием учитель начальных классов можно поступать на заочную форму обучения. Необходимо будет сдать вступительные испытания в формате ЕГЭ. Расписание вступительных экзаменов уже известно. А ускорение сроков обучения возможно после первой сессии, когда студент продемонстрирует по результатам свою способность и возможность освоить программу. Ускоренные сроки. Спасибо, Людмила Михайловна. Вопрос такой. Тоже хочет абитуриентка поступить заочно на педагога со среднеспециальным образованием. Среднеспециальное образование у нее банковское дело. Закончила она в 2012 году. Может она стать теперь педагогом? Да, конечно. Если она успешно сдать вступительные экзамены, для этого я рекомендую пройти подготовку на подготовительных курсах. Обучение возможно на основе банковского дела. Подготовительные курсы где можно пройти? Подготовительные курсы можно пройти на подготовительных курсах приемной комиссии. На подготовительном отделении? На подготовительном отделении, да. И там же, наверное, можно и посмотреть список литературы, рекомендованные поступления. Здравствуйте. Хотела бы поступить заочно по направлению специально-дефектологическое образование. Есть профессиональное образование, колледж по экономической специальности. Нужно ли будет сдавать экзамены русский язык, общество знания, биологию или только тест? Нужно будет сдавать все три вступительных экзамена, которые были перечислены. Ну вот как-то так получается, что люди закончили банковское дело, экономические специальности имеют и теперь хотят переквалифицироваться к педагогам. Да, это встречается, да. Интерес к педагогике сейчас очень великий, это понятно почему. Сейчас приняты очень серьезные меры для повышения социального статуса и престижности, и социальной поддержки педагога. Существенно за последние годы вырос уровень заработной платы педагогов, и поэтому вот последние годы мы наблюдаем очень большой интерес со стороны родителей, со стороны абитуриентов, интерес к педагогическим направлениям. Ну вот еще часто спрашивают как раз абитуриенты, устраивает ли потом на работу институт, помогает ли найти работу, или она как-то вот уже вытекает, практику прошел в каком-то учебном учреждении, там остается. Да, мы очень тесно сотрудничаем как с городским департаментом образования, так и областным департаментом образования и науки на предмет трудоустройства наших выпускников. Ежегодно областной департамент образования нам предоставляет банк вакансий по всем направлениям, и я должна сказать, что в этом году этот банк не намного меньше, чем в предыдущие годы, свыше 600 вакансий по городу, по области, и там представлена потребность абсолютно ко всем педагогам всех предметных областей, которые сейчас реализует современная общая школа. То есть абитуриенты могут не переживать рабочими местами, все будут обеспечены? Да, вот сейчас у нас в институте проходит защита выпускных квалификационных работ по начальному образованию, специально пришла директор родной школ Тюменской области для того, чтобы посмотреть на своих будущих учителей начальных классов. Уже присматривали. Сразу же защитил диплом и сразу же тебе. Да, свежеиспеченный на работу с детьми. Угу. Скажите, пожалуйста, если я закончу педагогическое образование начальное, могу я потом работать учителем начальных классов? Ну, соответственно, если начальное образование... Да, здесь можно ответить только «да». Если вы получили направление, вы можете работать учителем начальных классов. Наверное, абитуриентка имела в виду, что может ли она работать и в среднем звене, и дальше, видимо. Практика показывает, что педагоги, лица, которые получили педагогическое образование, очень хорошо адаптируются не только к образовательной среде, но и в других образовательных областях. Дело в том, что по роду своей деятельности педагоги отличаются такими чертами, как ответственность, совестливость, трудолюбие. А это качество любимое очень многими работодателями. Поэтому лица, которые получили педагогическое образование, очень хорошо трудоустраиваются и в других сферах. Спасибо, Людмила Михайловна. Я напоминаю, что сегодня у нас в студии была Людмила Михайловна Волосникова, директор Института психологии и педагогики Тюменского госуниверситета. Дорогие абитуриенты, не забывайте смотреть нас ежедневно по будням в 12 часов. До встречи.